Здравствуйте! В 1991 году Таджикистан, как и многие другие республики Советского Союза, выпал из большого советского гнезда. И как едва оперившийся птенец, решил лететь вверх, к солнцу, строить свое государство. Таджикистские ученые, философы, историки стали искать истоки своего государства в глубокой древности. Они изучали стихи Наваи, Амархаяма, Низами. Там они искали следы великой таджикской культуры. Они стали отстраивать свой город, свою столицу Душанбе. В центре стали возникать один за другим дворцы, величественные хоромы, национальная библиотека, национальный театр, дом национальных приемов. Все это напоминало какие-то сказочные дворцы времен Семирамиды. Душанбе превратился в город дворцов, город стадионов. Целые длинные улицы, усажены розами, блещут фонтаны, выгухают сады, прекрасные молодые красавицы, таджички. В центре города стоит памятник основателю таджикского государства. Это величественная скульптура на фоне беломраморных колонн, золотой, сверкающей на солнце короной. Конечно, кишлаки, чуть отъехал от Душанбе, выглядят не столь помпезно и прекрасно. Много еще утрых домов, узких улиц, немощенных дорог. Но почти в каждом кишлаке стоит новая школа, построенная по последнему слову техникой, с компьютерными залами, с бассейном, со школьными спортивными площадками, учреждениями. Образованию молодых таджиков уделяется огромное внимание. Школа, начальное образование, а потом университет, а потом самые одаренные из них разъезжаются по странам мира, в Россию, в Иран, в Европу. Там они получают образование и возвращаются с новыми знаниями, с новыми современными представлениями о технике, о культуре. Для того, чтобы накормить народ, для того, чтобы встроить его в коллективное, совместное действие, стремительно развивается сельское хозяйство. Всегда хлопок был драгоценной отраслью Таджикистана. И он остается таковой. Однако выведены новые сорта хлопка. Они выращиваются по новым технологиям. Закуплены новые зарубежные машины хлопковые, которые убирают этот хлопок не вручную, как прежде, а машинным способом почти без потерь. Виноградники, сады, знаменитые гесарские овцы, которые пастутся по склонам таджикских гор. Стоит пойти на рынки, и ты восхитишься этими зрелищами громадных, сверкающих на солнце, как башни помидоров, яблоки, груши, отекающие соком черешни. Эти лица таджикских торговцев, смуглые, загорелые, хитрые. Они протягивают тебе толушку меда, предлагая лизнуть то ломтик, сочащийся соком, груши. Эти рынки – это восхитительное зрелище Востока. И они вполне описывают сегодняшнюю красоту и обилие таджикской жизни. Однако главная драгоценность сегодняшнего Таджикистана – это его электростанции. Прежде всего, конечно, Нурек. Это жемчужина советского гидростроения. Рядом с Нуреком созидается вторая станция – Рагунская ГЭС. Начатая во времена Советского Союза, заброшенная, пережившая упадок, пережившая разруху гражданской войны, сегодня Рагунская ГЭС строится заново. Это уникальное гидросооружение. Все основные агрегаты находятся глубоко в земле, под землей. Там турбины, там электроника, там управление станцией. Эта станция не имеет в себе равных в мире. И построив эту станцию, Таджикистан из аграрной страны возвращает себе статус цивилизации. С пуском этой станции Таджикистан связывает свое будущее развитие. И тогда Таджикистан совершит рывок в грядущий, свой многообещающий долгожданный рывок. Однако не все так блаженно, не все так благополучно. Соседство сегодняшнего Афганистана для таджиков – это напасть, это вечная тревога. Это страна непрерывных войн, непрерывных террористических взрывов. Талибы, которые, казалось, являлись главной нестабильной дестабилизирующей силой, они как бы сходят на нет. Но среди них возникают новые движения. Возникает ИГИЛ с его радикальной беспощадной технологией. Таджикистане знают об ИГИЛе, и они готовятся к этой встрече. Я был приглашен на удивительные учения, на удивительные маневры. Страны ОДКБ – это страны, которые сошлись в военный союз, Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджики и Армения. И вот эти страны прислали Таджикистан в свои лучшие разведывательные части. И была разыграна целая баталия, целая показательная операция по уничтожению бандитов, которые осмелились бы нарушить территориальную целостность Таджикистана. Глубоко в ущельях, так гласил сценарий, находится база прорвавшихся боевиков. Сначала вступала в ход агентурная разведка. Какие-нибудь пастухи или какие-нибудь путники, замаскированные под странников или земледельцев, они первыми узнавали о появлении здесь противника и сразу сигналили в свой центр. Затем вступала в строй радиоразведка. Мощные радиосистемы процеживали эфир и вылавливали, выуживали из него отрывочные слова, сигналы и позывные боевиков, тренингуя их местонахождение. А потом включалась космическая разведка. С российских космических спутников фотографировались территории. Затем включалась действия авиаразведка. Они прощупывали ущелье и находили место расположения базы и охранных подразделений. Штурмовые вертолеты летали над ущельем и, как хищные рыбы, наклоняли свои состренные носы, клевали это ущелье, сбрасывали свои неуправляемые ракеты, покрывая ущелье взрывами и дымами. А потом началось десантирование. И на окрестной с ущельем вершины высаживался спецназ. Они спускались по отвесным склонам, они падали на голову боевиков, они вступали в блиц, в бой, они захватывали прорвавшихся боевиков, уничтожали их прямо здесь же, в горах. И когда операция завершилась, военные накрыли стол, усели за этот обильный, гостеприимный таджийский дастархан. Они произносили здравицы за победу, которая до сих пор питает их своей священной силой, своей дивной красотой, вселяя в них мужество, волю и победоносные силы. Всего вам доброго.